Мужики, всем привет! И рад бы я был отдохнуть вчера в воскресенье, но у меня ничего не вышло. Было очень много работы, связанной по дому с перетаскиванием тяжелых предметов. То трубу нужно было перенести с одного места на другое, то бочку щепнет, то бетономешалку тяжелую откантовать, оттащить ее нужно было. И за целый день упахался больше, чем за всю предыдущую неделю работы с железом. Получилась такая настоящая брутальная тренировка с подручными средствами. Вот эта труба. Я ее выволок, и мне ее еще нужно перенести. Вот тачка, с которой я делаю постоянно прогулку фермера сегодня туда-сюда с мусором. Вот бочку, которую я захринячил полностью щебенкой, не подумав посреди двора. Мне тоже ее нужно унести. И вот самый апогей сегодняшнего дела. Вот эта вот бетономешалка, которую нужно затащить каким-то макаром вот туда. А еще, ребят, нашел вот такую рейку. Попробую ее согнуть. Первый опыт сгибания через колено. Кстати, это вот вам показатель того, что даже не имея гантелей, гирь, штанги и дополнительных каких-то условий, можно всегда, проявив фантазию, потренироваться. Даже тот инвентарь, который находится дома, стулья, табуреты, стены даже, он у нас недооценен. Немного смекалки и получается полноценная тренировка. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что часто сейчас начало встречаться в комментариях. А именно периодизация. Почему я не делаю периодизацию? Почему я не делаю отдых длительный? Либо работа циклами на выносливость, потом на силовуху. Почему у меня все идет сумбурно? Ребята, может быть, на первый взгляд это и кажется так сумбурно. Но на самом деле получается такая штука, что я сейчас очень хорошо научился чувствовать свое тело. И я вижу, когда мне нужно поподнимать тяжести, а когда мне лучше заняться гимнастикой. И смена деятельности это тот же отдых получается. Вот сегодня будет комплекс весь более гимнастический. Работать я буду только с мешком и тот, который весит до 40 кг. А уже завтра, я думаю, что эта тренировка будет иметь больше как восстановительный характер. Завтра уже снова вернемся к гирям. А по поводу того, что перетренд, периодизация, мнений очень много, ребята. Мне кажется, что вся эта периодизация чисто нужна для тех, кто сидит на фарме. Для того, чтобы слез с курса, почистился, вот вам периодизация, сделал легкие тренировки. Потом опять на 6-8 недель залез на курс, грузанулся химарем и вкалываешь на полную. И в подтверждение этому, чтобы не быть голословным, я хочу зачитать слова из книги Георгия Гаккеншмитта «Путь к здоровью и силе». Конечно, может быть, немножко коверка нам буду читать, потому что здесь книга не переиздавалась, здесь твердые знаки. Я уже как-то об этой книге упоминал. Давайте сразу сейчас к ней перейдем. Читаю. Слово-слово, как написано в книге, которая 100 лет, и написана она величайшим силачом прошлого. В ответ на многочисленные запросы, поступающие ко мне, я дав в ниже следующих строках общую схему для ежедневного тренирования, ежедневного упражнения. И также план занятий, годный для незанятых людей, слабых и так далее, которые могут или точно следовать им, или изменять их, смотря по тому, как того потребуют обстоятельства. 7 часов утра. Встать с постели. Быстрое холодное обтирание или ванна. Зимой можно заменить холодную воду тепловатой, если это приятнее. Хорошо вытереться. Лучше всего грубым полотенцем. За этой утренней ванной должны всегда следовать легкие упражнения в течение 15-20 минут. Та гантельная гимнастика, ребята, которую я показывал. Вот эта гантельная гимнастика, утренняя зарядка, она важна и она прописана у всех силачей в их тренировочном дне. Далее. В 8 часов утра. Завтра. И затем продолжительная прогулка до 11 часов. С 11 до 12 часов какие-либо энергичные упражнения. Сейчас, ребята, 12.09. Немножко я не попал в это время, но у меня сейчас будут энергичные упражнения. Потом. Час 30. Дня. Обед по желанию. И желательно час сна. На это, конечно, возможности у меня нет. 5-6 часов. Интенсивные упражнения всех групп мускулов. Опять же, ребята, функционалка. Чувствуете, прослеживается то, что вы говорите на силу отдельно, на функциональность отдельно, выносливость. Все у человека в одном тренировочном дне. 5-6 часов. Интенсивные упражнения, это я прочитал, все групп мышц. 7.30 вечера ужин и за ним небольшая прогулка. 11 часов вечера ложиться спать. По воскресеньям можно не упражняться, а взамен того гулять, без того, однако, чтобы особенно утомляться. Ну, у меня не получается. По воскресеньям приходится также вкалывать. А теперь самое интересное, ребята, по поводу перитрена и по поводу периодизации. Я ожидаю, это пишет Якин Шмидт, я ожидаю, что большинство моих читателей, прочтя изложенное распределение времени, воскликнут, да это все очень хорошо и без сомнения очень полезно, но у меня нет ни средств, ни времени, чтобы жить таким образом. Подобным из моих читателей я ответил бы, что я думал дать первым долгом правильную схему занятия тем, стремящимся к физическому совершенству, которые их положение позволяет хотя бы на несколько месяцев посвятить себя всецело развитию силы тела. Если какого-либо желания достигнуть особенных результатов и привести себя в полную готовность, оно должно непременно посвятить все свое время развитию своего тела. С другой стороны, могут найтись и такие, которые скажут, что никто не в состоянии выдержать подобную ежедневную тренировку, без того, чтобы в конце концов не подорвать свое здоровье или достичь того, что называется перетренировкой. Вот в комментариях, это я очень часто сейчас замечаю, что вы пишете, ушатаешься, загонишься, до 30 лет можно это делать, а после 40 уже не потянешь, ребята, а мне уже за 30, мне 34 года, скоро будет 35, и мне такие тренировки нормально заходят. Давайте посмотрим, что дальше он отмечает. На подобное возражение я отвечу, что пусть только попробуют это, и тогда уже сами изменят свое мнение о возможности подобной перетренировки. Прежде всего, следует всегда помнить, что идти вперед надо постепенно, никогда не надо доводить упражнения до крайности, никогда не следует истощать свою силу. Когда чувствую себя усталым или истощенным, то необходимо дать себе надлежащий отдых. Когда это является необходимым, это подскажет всякому его здравый рассудок. Ребята, можно читать дальше с упоением эту великолепную книгу. Еще раз, Георгий Агеншмитт, книга от 1914 года «Путь к здоровью и силе». Человек прожил 90 лет, проявляя активность и в последние годы жизни. Стоит об этом задуматься. Поэтому, ребята, перетренированность будет только в том случае, если гаситься на максимум каждый день. Переодизация – это издержки современности, современных методик тренировок. Любого силача, откройте, почитайте, все тренировались и опирались на то, что они свою систему тренировок не меняли от дня к дню. У них был примерно один и тот же распорядок дня. Я меняю упражнения, да, но вы учтите тот факт, что они боролись. А борьба – это высокоинтенсивная нагрузка. Там они и дышали, и разрабатывали все функциональные способности своего организма. Вот эти комплексы, которые я делаю, они, по сути, как борьба. Борьба, ну, конечно, это все утрировано, но все же это борьба с самим собой, это борьба преодоления весов или работа собственным весом тела. Поэтому, ребята, просто попробуйте делать то, что делаю я. Я делаю это примерно под такому расписанию, которое описано у Лебедева, у Гакеншмита, у Сандова. И посмотрите на результаты. Перед треном вы не поймаете, потому что идет смена нагрузок. Сегодня мы подработали с гирями, завтра мы поработали с собственным весом тела, и тело, оно адаптируется. Не стоит забывать, что у нашего тела высокие адаптационные способности. На это, собственно говоря, и направлены прогрессивные нагрузки, по чуть-чуть увеличивающиеся, о чем мы говорили раньше. И тогда, по чуть-чуть увеличивая нагрузки, выполняя их каждый день, вот ту же гантельную гимнастику, начинаем двумя, тремя, четырьмя килограммами и доходим до восьми килограмм. Сандов писал, что если вы дойдете до восьми килограмм, вы будете выглядеть как я. Я сейчас работаю с шестерками. До восьми килограмм это просто нереально, чтобы каждый день делать. Но мне и с шестерками было тяжело каждый день. Сейчас втянулся. Глядишь, скоро придется задуматься над тем, чтобы покупать семикилограммовые гантели. Так что, ребята, меньше теории, больше практики. Включайтесь в работу. Еще какой-то вопрос хотел бы ответить, ребята. По поводу роста силы. Пишите. У автора слабо растет силовуха. Оно и понятно, ребята, что она растет слабо. Но она-то растет. Если вы посмотрите год или полтора назад, что я делал с гилями во дворе, вообще ни хрена не получалось. Не выходило даже не то, что в крест вывезти, а просто отвезти руку с гирей в сторону. Но у каждого, конечно, свой стартовый уровень разный. Кто-то возьмет сразу 16, выведет одну, выведет вторую и начнет джонглировать. А кому-то будет тяжело и от тела оторвать руку. Поэтому, ребята, прогресс идет. Но из-за того, что ни спортпита, ни химаря никакого я не использую, он идет очень медленно. Но еще вся жизнь впереди. Хочется оставаться здоровым, сильным и подавать пример молодежи. Вот, посмотрите. В зрелом возрасте человек поддумный в 54 года поехал и поборол всю молодежь в Америке. Это же о чем-то говорит. Стал чемпионом чемпионом. Всех чемпионов переложил на лопатки, которые были в то время молодые, более сильные, более крупные. Где-то на опыте, где-то на силе. Но эта сила, она зреет с возраста. И не надо думать, что после 30, после 40 идет обрушение какое-то. Нет, наоборот. Физические упражнения, они вызревают. Вызревает мускулатура, человек становится сильнее. Главное, не нужно форсировать. Я поэтому и не хочу идти на поводу и пытаться кому-то что-то доказывать. Вот я здесь стал сильнее, вот я здесь. Да, я для себя делаю определенные вызовы, челленджи так называемые. Там где-то гирю пытаюсь поднять нестандартным образом. Там еще что-то. Но меня это куражит, меня это подвигает. Я делаю это для себя. Мне это интересно. И я не вижу смысла дальше проводить дебаты на эту тему. Я не показываю, как бухать. Я не показываю, как курить. Я не даю абсолютно группы каких-то челленджей. Ребята, я занимаюсь своим здоровьем. Выкладываю это в сеть для того, чтобы единомышленники получили немножко мотивации. И вы не представляете, какую мотивацию получаю я. Потому что я когда вижу просмотры, я вижу лайки. Я, возможно, где-то пасанул бы, провел бы только утреннюю гимнастику. И на этом закончился мой тренировочный день. Но я вытаскиваю мешок, начинаю тренироваться. Итак, сегодня у нас по плану с вами много заговорил. Теперь к делу. Все будет очень просто. 21 подъем ног к перекладине. Сегодня весь комплекс будет крутиться вокруг мышц пресса. Причем не для того, чтобы сделать 6 кубиков с венами тонкой кожи, как на члене. А для того, чтобы просто центр тела был достаточно мощный, чтобы силу ног передавать вверх. И я не сторонник того, чтобы высушивать слишком сильно пресс. Это уже болезненная ситуация. И тем более не сторонник, чтобы у ребят были узкие талии, вот такусенькие. Центр тела у мужика должен быть развит хорошо. Косые, межреберные, зубчатые мышцы. Все это работает для балансировки тела или дополнительного веса. Поэтому, ребята, если вы работаете постоянно с поясами, задумайтесь. На основной тяге вас пояс пояс по сути не спасет от позы сручей собаки. На присяде советую использовать только если вес в полтора раза больше вашего собственного. И пояс также советую использовать, если вы над головой поднимаете вес, который около вашего собственного веса тела. То есть, если вы поднимаете больше собственного веса тела над головой, тогда пояс необходим, чтобы вы не травмировались. А так, пускай эту всю нагрузку берет на себя пресс, косые поясницы, все мышцы кора, поясывающие, пускай работают. И ничего страшного нет в том, что талия расширяется. А как мы знаем, лучшее упражнение для проработки мышцы, прямой мышцы живота, это подъем ног. Мы будем сегодня делать следующим образом. 21 раз поднимаем, 7 раз поднимаем до параллели, 7 раз от параллели к перекладине и 7 раз полной амплитудой. После этого делаем 21 отжимание на кольца и 21 взятие сандбэга на грудь в столичку. После этого делаем 5, 5, 5 полностью, 15 повторений, 15 отжиманий на кольца, 15 взятий и точно так же все поделим. Сейчас немножко разорнусь и заделаем.